Всем привет! Вы на канале Football.ua. Настало время викторины в игре и когда как не в начале 2021 года подвести итоги года 2020. Напоминаем правила нашей викторины. В этой викторине будет 6 блоков. Первый блок – простые вопросы. В этом блоке будет 5 вопросов и 4 варианта ответа. За правильный ответ на вопрос в этом блоке вы получаете 1 балл. Второй блок – статистические вопросы. Немного более сложные вопросы, чем в первом блоке. В этом блоке 3 вопроса. За правильный ответ на вопрос 2 балла. Третий блок – кто я? Здесь вы услышите историю футболиста и некоторые факты о его карьере. Ваша задача угадать, что же это за футболист. Таких историй будет 3. Каждая оценивается в 2 балла. Четвертый блок – что было дальше. Тут вы услышите историю о матче, который уже был сыгран. Вы узнаете, как развивались события в этом поединке, но в определенный момент история обрывается. И вы должны выбрать дальнейшее правильное развитие матча из 4 возможных вариантов. Три истории, каждая по 2 балла. Пятый блок – футбольные лица. Здесь вы увидите 4 портрета футболистов. В каждом портрете зашифровано 2 игрока. Вам необходимо угадать обоих. Каждый угаданный вами футболист в этом раунде приносит вам 1 балл. Итого за этот блок можно получить максимум 8 баллов. Шестой блок – финальный вопрос. 1 сложный вопрос без вариантов ответа. За правильный ответ вы получаете 9 баллов. Итого, если же вы футбольный гуру, который знает о футболе и все, то вы можете заработать максимум 40 баллов за нашу викторину. Первый вопрос первого блока. Кто забил больше всего голов в 2020 году? Вариант А – Криштиану Роналду. Вариант Б – Роберт Ливандовский. Вариант С – Леонель Месси. И вариант Д – Киллиан Мбаппе. Вопрос номер 2 первого блока. На каком матче в УПЛ была впервые использована система ВАР? Вариант А – Шахтер Мариуполь. Вариант Б – Колос Олимпик. Вариант С – Динамо Ворсква. И вариант Д – Динамо Шахтер. Третий вопрос первого блока. Какой из топ-5 чемпионатов первый вернулся после карантина? Вариант А – Англия. Вариант Б – Германия. Вариант С – Испания. Вариант Д – Италия. Четвертый вопрос первого блока. Стефани Фраппар стала первой женщиной-арбитром, которая отсудила матч Лиги чемпионов. Что это был за матч? Вариант А – PSG Manchester United. Вариант Б – Ювентус Динамо. Вариант С – Шахтер Боруссия. Вариант Д – Плаццо Брюге. Пятый вопрос первого блока. В 2020 году с самым дорогим матчем, где суммарная стоимость футболистов на поле составила 1 миллиард 470 миллионов евро, стал А – Реал Барселона, Б – Тоттенхэм Манчестер Сити, Ц – Атлетико Ливерпуль, Д – Реал Манчестер Сити. Но обращаем внимание, что учитывается стоимость только игроков стартового состава. Первый вопрос второго блока. На сколько миллионов по оценке Трансфер Маркет подорожал Эрлинг Холланд за 2020 год? Вариант А – 20. Вариант Б – 55. Вариант С – 70. Вариант Д – 80. Второй вопрос второго блока. Сколько английских клубов добралось до стадии 1-4 финала Лиги Чемпионов сезона 19-20? Вариант А – 1. Вариант Б – 2. Вариант С – 3. Вариант Б – 0. Третий вопрос второго блока. Сколько футболистов дебютировало национальной сборной Украины в 2020 году? Вариант А – 4. Вариант Б – 7. Вариант С – 8. И вариант Д – 9. Третий блок под названием «Кто я?». Первая история. Я родился в Африке. В возрасте 5 лет моя семья переехала в Северную Америку. Сейчас я выступаю в Европе в одном из лучших клубов мира и являюсь одним из самых перспективных и дорогих игроков на своей позиции. Кто я? И еще раз. Я родился в Африке. В возрасте 5 лет моя семья переехала в Северную Америку. Сейчас я выступаю в Европе в одном из лучших клубов мира и являюсь одним из самых перспективных и дорогих игроков на своей позиции. История номер два. История номер три. За свою продолжительную карьеру я поиграл в семи разных чемпионатах. В каждом из своих клубов я забил не меньше десяти голов. В 2020 году я переболел коронавирусом, но не особо ощутил этот вирус. Ведь это не помешало мне продолжать забивать за мой клуб. Кто я? И еще раз. За свою продолжительную карьеру я поиграл в семи разных чемпионатах. В каждом из своих клубов я забил не меньше десяти голов. В 2020 году я переболел коронавирусом, но не особо ощутил этот вирус. Ведь это не помешало мне продолжать забивать за мой клуб. Кто я? Четвертый блок. Под названием «Что было дальше?». В рамках Лиги наций встречались две сборные, которые не так давно становились чемпионами мира. После первого тайма одна команда забила три, а вторая не нанесла ни одного удара поворотом. Что было дальше? Вариант А. Гости сумели совершить камбэк и матч закончился со счетом 3-3. Вариант Б. Гости сумели вырвать победу со счетом 5-4. Вариант С. Хозяева давили матч до логического завершения 4-0. Вариант Д. Хозяева забили еще три и нанесли самое крупное поражение своим соперникам за всю их историю. В плей-офф Лиги Чемпионов две команды в первые 10 минут обменялись быстрыми голами. Но уже к перерыву преимущество одной из команд было в три гола. Что было дальше? Вариант А. Все закончилось победой номинальных гостей со счетом 8-2. Вариант Б. Номинальные хозяева собрались и сумели сравнять счет 4-4. Вариант С. Номинальные хозяева были близки к тому, чтобы спасти матч, но итоговый результат был 5-4 в пользу номинальных гостей. Вариант Д. Матч так и закончился со счетом 4-1. Команда хозяев считалась явным аутсайдером перед встречей с чемпионом страны, но уже к перерыву вела со счетом 4-1. Что было дальше? Вариант А. Матч отменили из-за российского скандала. Вариант Б. Хозяева сенсационно выиграли 7-2. Вариант С. Фаворит во втором тайме забил 5 безответных мячей и выиграл 6-4. Вариант Д. Матч закончился в ничью 4-4. Пятый блок уже полюбившийся вам футбольные лица. Продолжение следует... Продолжение следует... а а а и последний финальный вопрос за который вы можете получить целых 9 баллов звучит следующим образом трансфер какого футболиста в 2020 году стал самым дорогим итак пришло время правильных ответов первый блок первый вопрос вариант б конечно же роберт ливандовский второй вопрос вариант c матч динамо ворс по правильный ответ на третий вопрос первого блока это германия четвертый вопрос был нас про женщину арбитра стефани фрапар она обслуживала матч динамо ювентуса в лиге чемпионов самым дорогим матчем 2020 году был матч атлетико ливерпуль который мадридцы выиграли со счетом 1-0 правильный ответ на первый вопрос второго блока вариант b 55 миллионов евро правильный ответ на второй вопрос второго блока вариант а всего лишь один английский клуб участвовал в четвертьфинале лиги чемпионов сезона 19-20 это был манчестер сити правильный ответ на третий вопрос второго блока вариант d целых девять футболистов дебютировал в составе национальной сборной украины это игорь харатин георгий бущан валерий бондарь александр тымчик богдан михаиличенко евгений чеберка александр зубков илья забарный и ефим конопля третий блок кто я в первой истории был зашифрован левый защитник мюнхенской баварии альфонсо дэвис героем второй истории был аргентинец анхель де мария ну а в третьей истории был зашифрован легендарный златан ибрагимович четвертом блоке в первом вопросе правильный ответ это д правильный ответ на второй вопрос четвертого блока вариант а ну и в третьем вопросе четвертого блока вариант b остановила обыграла ливерпуль со счетом 72 так правильно ответ на финальный вопрос это немец кай хавер он из ливеркузенского байра в челси перешел за 80 миллионов евро на этом на сегодня все делитесь в комментариях кто сколько из вас набрал баллов но естественно подписывайтесь наш канал и следите за новыми викторинами в игре